Братья-месяцы В народном календаре примет и обычаев этого дня можно найти прямое пересечение образа Параскевы с древней славянской богиней Макошью, богиней счастливого жребия и судьбы, нити которой придут ее дочери Доля и Недоля. Доля придет ровную, гладкую да счастливую, Недоля кривую, жесткую, несчастливую. Макошь во все времена является покровительницей ткачества и рукоделия, плодородия и произрастания. Она дарует родолюбимым и прилежным людям хороший урожай, посылая свою младшую дочь Долю, а значит и хорошую судьбу. А тем, кто плохо трудился и ленился, доставался плохой урожай. Поэтому в народе говорили, от Макоши Доля пришла урожай мерить или Макошь не Долю послала урожай мерить. Днем недели, которому покровительствует богиня Макошь, является пятница. С пятницей всегда был связан ряд обычаев и обрядов, нарушить которые люди, чтящие традиции, никогда и не подумают. В этот день запрещалось прясть и шить, а вот устраивать ленины и смотрины можно. Макошь считается бабьей заступницей. Она помогает всем женщинам, которые нуждаются в ее помощи и защите. К Великой Богородице обращаются люди с просьбой приумножить их древний род, то есть побольше детей, внуков и правнуков, а значит радости и счастья. А если вечером посмотреть на небеса, то там можно увидеть созвездие Макоши, что означает мать ковша. Сейчас это созвездие называют большой медведицей. На образах и кумирах богиню очень часто изображают с рогом изобилия или его символическим изображением в виде небесного ковша из семи звезд, а также с вертином и клубочком, олицетворяющим судьбу, нити которой сплетает Макошь вместе со своими дочерьми долей и недолей. А кто плетет вашу судьбу? Братья-месяцы